150 миллионов рублей на обновление и реконструкцию домов культуры по всей области. Объем финансирования уже назван беспрецедентным. Еще 37 миллионов получат учреждения среднего специального образования. Те, что готовят столь необходимые для развития региона рабочие руки, сварщиков, резеровщиков. Такие цифры озвучили на оперативном совещании в правительстве. Также на встрече подвели итоги недавнего сочинского форума, в котором участвовала и делегация от Мурманской области. На первом после сочинского форума оперативном совещании в правительстве региона его участники просто не могли обойти стороной тему инвестиций. С этого вопроса и начали заседания. Вот только министры все больше упор делали на уже запущенные в реализацию глобальные промышленные проекты. Например, Мурманский транспортный узел и ни слова о нашумевших фермах по добыче криптовалюты. Возможно, поэтому область пока еще занимает не первые позиции в таком малопонятном обычным жителям рейтинге, как инвестиционная привлекательность. Эффективность работы региональной управленческой команды подтверждает положение Мурманской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Мы традиционно входим в третью группу из пяти и признаемся территорией с благоприятными условиями для ведения бизнеса. Напомню, в 2017 году мы поднялись на 32 место. Подняться еще на пару ступеней такой таблицы успеваемости субъектов помогут кадры. Как бы хороши и современные не были технологии, внедряемые на производствах или используемые при строительстве, без рабочих рук или интеллектуального потенциала возвести ту же железную дорогу, да и вообще любой объект инфраструктуры невозможно. 37 миллионов рублей с федерального и областного бюджетов направят на развитие в регионе материально-технической базы колледжей. Такие меры позволят готовить сварщиков, токарей и фрезеровщиков, готовых сразу после выпуска встать за станок и не сильно отставать от более опытных коллег, отдавших профессии многие годы. В этом году мы завершим работу по сварочному производству и предъявим его для международной аттестации по стандартам WorldSkills. Это сварочное производство и металлообработка. Два этих направления у нас будут предъявляться как центры компетенции по стандартам международным. Кроме того, я хочу сказать, что здесь не только будет идти подготовка материальной базы, но и большая часть есть пойдет на повышение квалификации. В 2018 году региональное правительство потратится и на учреждения культуры. 4 миллиона дадут районам ДК на закупку нового оборудования, звуковой и видеоаппаратуры, кресел сценической фурнитуры. Но это далеко не все. На реконструкции обновления выделят еще около 150 миллионов. По словам профильного министра, сумма беспрецедентно большая. Так будут проведены капитальные ремонты зданий дворцов культуры в городах Апатиты, Кировский, Снежногорск, Дома культуры в поселке Кельдинстрой, а также начнется реконструкция кинокультурного центра «Большевик» в городе Кировске. Также будут произведены текущие ремонты и техническое переоснащение 13 муниципальных учреждений культуры в городах Полярной Зори, Ковдор, Кировск, Кандалакша, поселки Зеленоборский, Ревда, Заречинск, Умба и в селе Тулома. Кроме этого, на деньги из региональной казны будет продолжен ремонт драматического театра и театра кукол в Мурманске. Проекты требуют значительных затрат, но, по мнению губернатора Марина Ковтун, в итоге позволят повысить уровень жизни горожан. К тому же такие объекты нередко привлекают внимание туристов. Что же касается сельских клубов, то порой это единственное место, где сосредотачивается социальная активность в маленьком поселке или деревне.